Добрый день. Хочу представить вам обзор учебника The Neo Leader Level B1 Students Book, издательства MM Publications. Чем меня лично привлекает это издательство? Прежде всего своей ценовой политикой. Цена такого учебника приблизительно 270 гривен. Хорошая бумага, напечатан учебник на хорошей бумаге, и полиграфия довольно приличная. Что с тобой представляет этот учебник? Этот учебник состоит из 15 разделов. Каждый раздел по определенной теме. Очень важно, что включены все основные темы, которые представлены на ЗНО. В каждом разделе задания по всем основным видам языковой деятельности. Listening, Reading, Use of English, Writing, Practice. Каждый раздел начинается в vocabulary, начинается лексика, основной лексикой. Давайте посмотрим сейчас каждый юнит, чтобы иметь представление, как построен, как структурирован юнит этого учебника. Итак, открываем. Давайте посмотрим сначала на содержание. Какие темы представлены? People, Houses, School, Work, Family and Social Life. После каждых пяти юнитов идет повторение. Food, Shopping and Services, Travelling and Tourism, Art and Culture, Sport. Снова revision. Health, Science and Technology, Nature, Society, Knowledge of English-speaking countries. И снова повторение. Каждый урок начинается основной лексикой по теме. Например, Unit 1, People. Идет основная лексика, Key Vocabulary. Очень важно, что лексика имеет аудиоформат. То есть каждому учебнику есть CD-диск, на котором озвучена в аудиоформате лексика и записаны задания по аудированию. Что мы видим здесь вот в юнит, в лексике, в юнит 1 в лексике? Мы видим, что дается английский вариант слова. Мы видим перевод на украинский язык. Очень удобно работать с таким форматом лексики. То есть вы, если приобретаете учебник для каждого ученика, то этот ученик берет ручку и выделяет ту лексику, с вами на уроке работая, которая необходима для активного вокабуляра. То есть можно из этой предложенной лексики выбрать то, что вы берете себе в актив. Очень удобно. Этот учебник вообще удобен для индивидуального использования на уроке учениками. Я бы не рекомендовала этот учебник для самостоятельной подготовки для учеников, поскольку все-таки он требует учительского сопровождения. Нужно работать на уроке вместе с учеником, поэтому это для работы в группах, на уроке, в классах, для репетиторства, для индивидуальной работы. Значит, каждый юнит начинается работать с вокабуляром. Представлены определенные упражнения по вокабуляру, довольно разнообразные, их много, и различного формата упражнения. Здесь у нас также потом идет аудирование. Ну, как обычная классика, это pre-listening task, потом идут задания на аудирование, сами задания, где ребята выполняют там true-false, либо еще multiple choice. Да, вот, значит, показано, что это аудио. И points for discussion. Чтение. Чтение тоже тексты. Pre-reading. Потом идет само задание по чтению. И чтение вот на двух-четырех страницах представлено. И writing practice. Выбирается какой-то тип письма, и идет предупредительная работа, а потом предлагается выполнить какое-то задание для контроля. Учебник замечательный, очень удобный. Вот unit to опять houses, опять лексики и так далее. В конце учебника, да, если хотите, давайте посмотрим, как revision, что там у нас с revision. Ну, вот, например, у нас в странице 66-й мы видим задание revision. Ну, вот, это задание по грамматике. Это задание, вернее, сначала это лексика, извините, идет эта лексика. Сначала потом грамматика, а потом идет задание по use of English. Дается текст на чтение и предлагается задание. Read the text, например, for questions 1, 10, choose the correct answers A, B, C, O, D. Вот, и здесь, это use of English. В конце учебника, что очень тоже хорошо, идет grammar section. Grammar section. Grammar section состоит из 19 юнитов. И grammar section начинается теорией, то есть представлена теория кратенько. Вот, например, unit 1. Imperative, present simple, present progressive. В сравнении идут frequency adverbs and stative verbs. Начала идет теория, а потом предлагаются грамматические упражнения. Это как повторение, ну, для практики. Grammar practice A, B, C. Дальше там, вот, допустим, unit 2 articles, plural nouns и так далее и тому подобное. Идет довольно прилично теория. Так она, знаете, очень кратенько дана повторение правил. Вот, и потом идут упражнения. Дальше, в конце мы видим еще здесь, что нам полезно может быть в этом учебнике. Здесь идет список неправильных глаголов. Вот мы видим список неправильных глаголов. Pronunciation. Отдельно, секция pronunciation. Listen and repeat. Notice the difference in pronunciation. Вот, видите, здесь идет, как бы, тренировка произношения, различное произношение различных звуков. Тоже очень хорошо, поскольку произношение как-то всегда, оно у нас где-то недорабатываемое. А тут, пожалуйста, по каждому юниту можно поработать с произношением, можно сфокусироваться на чем-то и отработать. То есть дается, видите, аудио, 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 пожалуйста, и тренируемся. Так, что в аппендиксах у нас? Значит, у нас здесь идут числительные. Вот, у нас здесь prepositional phrases. Vibs, adjectives and nouns with prepositions. И дается полностью, как ко всем аудио заданиям, дается тексты. То есть вы можете проверить себя. Ученики могут проверить себя, открыв текст. Кстати, какие-то спорные вопросы возникают очень часто. Учащихся возникают спорные вопросы. То есть они спрашивают, почему, нужно объяснить, нужно как-то, знаете, все это понимать и знать. Поэтому, 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 поэтому это очень хорошо, что есть такие вот тексты для аудио. Вот такой приличный учебничек. Вот, пожалуйста, вам MM Publications. Есть сайт, можно зайти посмотреть, что там они предлагают. Это новый учебник. Можно использовать для подготовки к ЗНО. И к нему есть Teach's Book. Teach's Book, пожалуйста. Level B1, ZNO Leader, Teach's Book. Для кого рекомендую? Как повторюсь, я уже рекомендую для учителей, работающих в 10-11 классах общеобразовательных школ. То есть это уровень B1, который имеют на выходе ученики общеобразовательных школ. B1 по английскому языку – это общеобразовательная школа. Для школ с углубленным изучением английского языка – это 9 класс, уровень 9 класса. Можно использовать при подготовке к ДПА. Можно для тренировки всех видов языковой деятельности, для самостоятельной работы использовать. То есть большие различные варианты использования этого учебника. Все, спасибо.